Шалом лехоль мехубадай. Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 января 23 года. Юдзайн Тевет Ташпаг. В четвертой части 53 ролика продолжим разговор о деконструкции и сакрализации священного еврейского письма. Как мы уже знаем из предыдущих частей, технологической основой кардинальных изменений письменной теоргической практики в Средние века стали, во-первых, смена материала, на котором писались сакральноеврейские тексты, с гладкого и мягкого дубленного гвиля Доксустуса или Клафа на жесткий и шероховатый известкованный пергамент, на котором плоские тростниковые кулмусы быстро тупились и стирались. Поэтому, во-вторых, они были заменены на упругие, гибкие и остро заточенные птичьи перья, круглое сечение которых позволяло, свободно вращая и манипулируя ими, писать в несколько раз больший по толщине диапазон линий и легко усложнять архитектонику букв, добавляя к ним новые элементы, части или даже органы, получившие постепенно антропоморфные названия. И, в-третьих, в новой технологии стало бесполезным использование смываемых чернил. Исофрим перешли на черную тушь, в которую добавляли медный или железный купорос, что делало ее несмываемой. Исправления теперь были возможны лишь механическим способом – срезанием, соскоблением и даже вырезанием ошибочных букв, их элементов и даже целых слов. Но это было почти невозможно в Тфилин и Мезузот, в которых уже после Рамбама действовал закон написания Кассидран. То есть все 1594 буквы в Тфилин – Шельрош и, соответственно, Шельяд – должны по этому принципу быть написаны последовательно, одна с другой. И если в процессе написания было написано имя Всевышнего – Шем-Ашим, то исправление невозможно, поскольку имена Всевышнего запрещено стирать. Все буквы от первой до последней в четырех паршиё Тфилин должны быть написаны одна за другой в хронологическом порядке. И если после пропущенной или некошерной буквы было написано имя Всевышнего – исправление уже невозможно. Это касается и 713 букв в Мезузот. От первого Шина в Паршат Шма и до последнего Цадика в Парше Вегаяем Шамо. Поэтому перед каждым освящаемым слух именем Всевышнего с полным намерением Бигдушауби Тагара Сойфер обязан два-три раза проверить, перечитав написанный текст, чтобы посольные Паршиё Тфилин или Мезузот не были похоронены в Генизе. А что ещё можно сказать о деконструкции сакрального алфавита из этого фрагмента свитка пророка Исаии, конец 45-й, начало 46-й главы? Кроме того, что толщина линии на этих буквах почти везде одинакова, сравнительно с современным алфавитом Бейт-Юс-Ф, представленным в нижнем левом углу, в котором диапазон толщины линии и количество частей в буквах больше почти в пять раз. Но посмотрите внимательнее, ведь в этом древнем алфавите не 27, а всего 23 буквы. Из пяти конечных суфитных букв в нём есть только мем-суфит, то есть два мема. Буквы кенапец или мнацпах, они ещё пока не выпрямились. Взгляните на них в конце слов. Я отметил их сиреневым цветом, в отличие от суфитных мемом «стумот», отмеченных бирюзовым цветом. Напомним, кстати, что в первой бешне «Сефергицера» говорится о сотворении мира «Гламид бейт на тевот плюет хохма» десятью сферот и двадцатью двумя буквами алфавита. И в двенадцатой главе трактата «Шаббат» вавилонского Талмуда Эрека Бонне на листе 104, страница 1, первый комментарий Раши прямо говорит, что на скрижалях завета все мемы были замкнуты, суфитные. И к неудачным попыткам переводить этот древнейший и сложнейший гипертекст на русский язык мы вернёмся далее в этом ролике. Легче было бы, наверное, перевести Евгения Онегина на языки банту. Я уже цитировал в нескольких своих роликах, в том числе и в русских, эту замечательную статью Турчинера, Турсиная, исследовавшего историю появления этих пяти суфитных конечных букв «Кеменопец», «Менацпах». И этот герменевтический шедевр великого Раши, который почему-то в наше время не желают замечать любители скорочтения, «Дафьями лебекиют». Но вот вам «Ктав Ашури Мекури», которому свыше двух тысяч лет периода конца второго храма. Вот они «Гамин цадин цадин гамин», «Галейну Ашем цвакот чмо, кадошь Исраиль». И вот примерно 1800 лет назад, уже после разрушения второго храма, буквы начали оживать, приобретать флексибилити. Вот этот мем начал открываться. Мем стума, мем птуха. И такие же метаморфозы начали происходить с кафами. Например, из этого гибкого материала эти кафы, которые в конце были кфуфот, у них начали выпрямляться ножки. То же самое происходило с нунами, которые были тоже кфуфот, они стали нунем пшутот и так далее. Вот так примерно галопом по передним Азиям и Европам выглядела эта эволюция, революция, деконструкция. Вот снова этот ктав, который мы видели на Магелад-Яшаягу. И, наконец, в период геоним, примерно тысячу лет назад, появились части, элементы, органы. Как вы видите, это ктав из Ерьяд-Сефер-Баришит из Кембриджа. И, наконец, появляется другой вариант общего, еще не разделившегося, ктава, называемого Ада-Ярдыни ктавами Зрахи. Мы видим здесь уже сформированные части, элементы, органы ОЦИОД с их так называемыми антропоморфическими элементами. И, наконец, примерно между XII и XV веками появился, в результате пергаментного известкованного письма, ктав прото-ашкенази, еще до его кодификации Юсефом Каро, Бахибуро-Бейт-Юсеф, 450 лет назад. Мы видим снова, что количество элементов, а также количество движений при написании этих букв постепенно нарастало. И вот перед вами результат, так называемый ктав Бейт-Юсеф, который имплицировал в себя огромное количество мидрашей и источников, которые называют каббалистическими, то есть хен – хохматанистар. Вот она, эволюция, а далее революция и деконструкция самой маленькой, самой главной буквы – ЮД. И, наконец, на этой таблице, на этой схеме представлена достаточно полно деконструкция того, что сегодня принято называть ктав Ашури, в его перестроенном тремя поколениями хасиды-ашкеназ, начиная от Морам Миротенбург и кончая Йом Тоб Липман Мельхаузеном. В результате имплантации Туратанистар, как мы видим здесь, уже восемь из двадцати семи букв сакрального еврейского алфавита стали интерпретироваться как «Гематрия Шем Хавая» собственного имени Всевышнего – «Юдкей Вавкей» 26. Ведь все начиналось с того, чтобы тексты были читабельны. Чтобы даже дети самого читающего народа в мире могли безошибочно читать текст. Но кто же сказал, что его нужно читать по буквам, а не целыми словами? И куф, которая тоже похожа на «самых». Если муха приклеит ей левую ногу, и другой вариант – все тех же метаморфоз, но еще до деконструкции. Эту замечательную методологию разработал величайший философ конца XX века – «Жак Деррида». Его концепция была опубликована в двух монографиях 55 лет назад. «Письмо и различия» и «О грамматологии». Так выглядел ктав Мизрахи до его разделения на сефардский, а потом ашкенадский. Это сефер Меболония, которому 850 лет. И вот еще несколько образцов сефардского октава XV-XVI веков до изгнания евреев из Испании и Португалии Геруш-Сфарад. И это с большой вероятностью ктав одного из величайших сефардских софрин Моше ибн Забара. Он родился за 52 года до изгнания евреев из Испании в конце XV века. И 22 года назад была впервые напечатана по рукописям его знаменитая книга «Малехета Софер» – «Искусство Сойфера». В 180 страницах которой охватываются все аспекты древнейшей еврейской профессии. Целая глава в ней – 20 страниц, посвященные формам букв. Он был почти на полвека старше Марана Юсеф Каро, кодификатора и составителя Шурхана Руха. Маран Забара был прекрасно знаком со всеми ашкенадскими первоисточниками, приводимыми в Бейт-Юсеф и собранными 52 года назад в этом сборнике Ковы Цифрейстам Менахем Менделем Мешизагав Заль. Сравните для примера слева страницу из Китрео Тьот Раби Иуда Хасида Заль, разделившего 800 лет назад буквы алфавита на угловатые и круглые, которые попали Тет-Юд и Ламет. И справа страницу из Малехета Суфер Рабейну Муше Забара с комментариями на левую, написанную за 300 лет до него, чтобы понять, что если бы Краби Юсефу Каро попала в Цфат из Феса, рукопись его позапрошлой жизни, испанского земляка, он с большой вероятностью не стал бы усыновлять ашкенасский деконструированный Йомтов Липман Мельгаузеном алфавит, нареченный Бейт-Юсеф, которого решил не приводить в его напечатанной 450 лет назад кодификации Шульха Нарухи. Как аргумент моей гипотезы сошлюсь на факт, что в компендиуме Бейт-Юсеф кодификатор Шульха Наруха привел только два из четырех алфавитов Йомтов Липман Мельгаузена, опустив самый короткий, второй, дающий пропорции букв Бейт-Юсеф, определяемый толщиной кулбуса, заметно увеличившийся после деконструкции. Около полутора тысяч лет до перопергаментной революции, спустившей птичьи перья на известкованную поверхность пергамента, увеличившей толщину горизонтальных линий в два-три раза, именно в ашкенасском стиле письма. А в свитках конца второго храма буквы намного тоньше, их линии меньше одной десятой расстояния между строчками, почти безо всякой разницы от направления написания букв. Как видно во всех этих примерах, кроме этого, про Ташкенасского, где столбец из пятикнижия Боришит, написанный пером на известкованном клафе 750 лет назад, я положил на ирью из Кембриджа, который в два раза старше него, добавив для сравнения кумранский свиток псалмов, в котором пропорции букв близки к свитку Исаии. Как вы можете снова легко убедиться, даже без микроскопа. А теперь попробуем разгадать двухтысячелетнюю загадку. Почему в трактате «Шаббат» наши мудрецы Хазаль предупреждают Сойфера не писать священные буквы Торы верх ногами в зеркальном изображении слева направо или вращая их на 90 градусов вокруг их оси? Как может грамотный талмудист по ошибке в субботу спутать недоочищенный банан с сакральной буквой «гимл» или «цадик»? Но даже полтора тысячелетия назад, до деконструкции и сакрализации, когда существовал только Ктав Мизрахи и тем более Хашмунаи, как на этом свитке пророка Исаии или на свитке Боришит VII века из Кембриджа, до перехода с Гвиля на Клав и Перо, революции, деконструкции и окончательной сакрализации Ктава Бэйтюсэф в XV-XVI веках все это было возможно и даже естественно. Единственная община, сохранившая после разрушения Второго Храма почти два тысячелетия без всякой эволюции, технологической революции и перо-известково-пергаментной деконструкции все 14 текстуальных различий Нусаха, включая «Утийот Мишунот Афухот Велефуфот Месефиратагей», включая традицию письма на дубленным Афацим, Гвили и Клафе тростниковым Каламам, на так называемом Клафе Теймани, разглаженным отваром Клафим Шилану, «Не путать Халила Легавдиль Алпей Гавдалот с Клаф Машувах», но этот великий Софер Теймани писал уже 64 года назад современный Ктав Сфаради. Не тот, что мы видели на старинных свитках Торы, которым около 700-600 лет. И эта изданная 14 лет назад книга по рукписи XVII века Хавацилет Ашарон Рава-Ихе-Башири наиболее подробно описывает традиции йеменских пиццов в последние несколько столетий. Почти полтора тысячелетия они жили в своем хронотопе. С детства знали пятикнижие наизусть. С точной кантиляцией прекрасно обходились без печатных книг, мебели и электричества. И умели читать рукописный свиток Торы со всех сторон. К концу XX века и эта древнейшая йеменская традиция почти не сохранилась в новых поколениях после израильской абсорбции. В результате модернизации, технической революции и глобализации, особенно в Израиле за 75 лет его существования, где общинные традиции пошли на переплавку по пути конвергенции, произошла в последние 50 лет активная ашкинозизация во всех аспектах древнейшей еврейской профессии. Уже 40 лет основой обучения новых поколений Софрим стали не Кесета Софер и не Кольяков, а Мишнабрура под руководством Мишмеретстам, успевший за 43 года закончить дизайн и окончательную, в кавычках, кодификацию только девяти букв, одной трети из ктава Байт-Юсеф почти по пять лет на букву. Так выглядит сегодня средний уровень кошерности ашкинацкого и сефардского ктава. И так выглядит Ктиван и Гудерет после деконструкции с интервалом примерно 150 лет. Ашкинацкий ктав Байт-Юсеф примерно в три раза сложнее сефардского, поэтому его написание медленнее. Очень немногие профессиональные соферы умеют писать ктав любого стиля. Учитель моего коллеги Рав Эммануэль Сегев сказал, что Софрим сфарадим пишут, а ашкинозим рисует сакральные буквы. Но сегодня технологическая конвергенция почти уничтожила эти различия. Это фрагмент прошьет тфилин законченных мною пару недель назад. А здесь сефардский сойфер Натанель Вакнин пишет керамическим холмусом, вращая его по-ашкинаски. Магелад Широ-Ширим – это свиток песни-песней с Соломоновой. Вы видите, что здесь практически от письма осталось не больше, чем от ашкинастской техники рисования. Самое главное, что это кулмус не плоский. Он имеет круглое сечение, и сойфер вращает его. Это похоже в каком-то смысле на работу плакатным пером. Достаточно много возвращений. м Мой старый друг и коллега Дарит Сингер из Англии, Рав Исофер учил меня 36 лет назад стараться никогда не делать возвращения, то есть не повторять одни и те же линии дважды, тем более трижды. В заключение выполню мое обещание вернуться на несколько минут к основному первоисточнику деконструкции и сакрализации священного еврейского письма. Парадоксально, но его законам в обоих талмудах уделено очень мало места. Здесь в 12 главе трактата Шаббат Перекабоне перечисляются 18 из 28 сегодня после добавления второго хэта букв сакрального еврейского алфавита. Лист 104.2 требует, чтобы они не были похожи друг на друга, чтобы они были читабельны, чтобы любой 4-5-летний еврейский ребёнок в Хедере не спутал бы их по ошибке одну с другой. Даже если в его хронотопе он научился читать их с любой стороны – слева, справа и даже вверх ногами. Но герменевтические комментаторы этого сложнейшего гипертекста уже полтора тысячелетия пытаются анахронически истолковать их формы, проецируя на этот текст обновлённый кубистический фонд, называемый Байт-Юсеф, обновлённый и деконструированный всего несколько столетий назад. Зато на 104 листе 1, отмеченном здесь розовой рамкой, даётся глубочайшие каббалистические истолкования порядка алфавита и глубочайшая сигнификация форм этих букв на четырёх уровнях. Пардес – парадис, пшат – простой, буквальный, нарративный, ремес – метафорический, драж – герменевтические истолкования, каббалистические трактовки. Ведь вся каббала почти на треть построена на толкованиях алфавита, гематриях и намёках, скрывающихся за формами этих букв. Но ведь формы не материальны, они духовны. Об этом писал ещё Платон и Аристотель во второй книге трактата о душе. Они как отпечатки перстня на воске, как тени на стене Платоновской пещеры. В зоре Боришитбе Мигдамот. От имени Раби Гамнуна Саба рассказывается, что до створения мира за тысячи лет буквы пришли к Всевышнему в обратном порядке. И каждая просила, чтобы с неё начиналась духовная Тора, та, которая была дана Малахим, ангелам, ещё до створения мира. Сегодня вся дигитальная галактика нынешнего маклеоновского миллениума построена на порядке алфавита. Гугель, Рав Гугель, совершенно не случайно сменил своё имя на алфабит. Алфабит – это наш алфавит, так называемый финикийский, еврейский, которым 5783 года назад был сотворён мир. Уже 10 лет назад, как мой старый друг из позапрошлой жизни, учитель еврита, ещё в 79-80 году прошлого миллениума, который обучал меня несколько месяцев 40 лет назад арабскому, попытался со своей команды перевести на русский язык этот глубочайший гипертекст, эту огромную глыбу айсберга с Антарктиды или с Северного Ледовитого океана. И вот, посмотрите, что у них получилось. Мы сегодня уже больше получаса говорим об Альфин-Ариньем, Бетим-Кафим, Гамин-Цадин. Вот, прочитайте этот текст. Что можно из этого понять? А уж дальше ещё хуже. Ведь это 104-й лист, первая его часть, которая вся сплошь кабала. Это километры под водой. Это не райское яблочко из Парадиса, из Пардеса. Не луковица и не капуста. Это десятки, сотни концентрических кругов матрёшки смысла. И то же самое с трактатом «Меноход», который, к счастью, ещё не пытались переводить на русский. Зато неплохо разрисовали в маргиналиях за последние 150 лет, начиная с «Вдовы и братьев Ром» из Вильна и до сегодняшних изданий «Шоттенштейна» и «Метифты». Но этот анахронизм напоминает мне скорее одевание лапсердака или штрайбала на Моисея, спускающего с Синайской горы скрижа Лизавета. Или этот афорт Пауля Клея «Ангелус Новус», который смотрит назад, идёт задом наперёд в будущее. Закончу четвёртую часть этого ролика этим байт, бейт, домом, построенным из кирпичиков акростиха алфавита бейт-юсеф, усыновлённого Юсефом Каро через 150 лет после его окончательной деконструкции и сакрализации Ёмтов Липман-Миляузеном, представителем третьего поколения Хасидей Ашкинас, Маорам Миротенбург, который 33 года собирал каббалистические мидраши для этой окончательной деконструкции и сакрализации. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой сайт, чтобы не пропустить следующую часть нашего исследования. Продолжение следует...